Это уже неинтересно, это, по-моему, умирающее искусство, если можно назвать это искусством. Потому что я скажу, что, я не буду хвастать, но вот наше поколение и старшее поколение, это были великие композиторы, песенники, Фраткин, Фельдсман, Бабаджанян, Листов, я могу перечислять, Богословский и прочее, понимаете. То есть, теряет классиков страна, лет дряни в изобилии, да, раньше были имена, теперь одни фамилии. Я не хочу, так сказать, критиковать наших современников, но качество продукции, если можно так назвать, вот этих творений, оно гораздо выше, оно было народным, понимаете. И какие поэты были замечательные, да. Вот. А вот иногда, вот у меня интервью берут, я говорю, назовите песню, рожденную пять лет назад, которая сейчас живет. Вы можете назвать? Я могу назвать даже свои песни, рожденные сорок пять лет назад, которые живут. Золушка там, или Толстый Карлсон там. Если подвинуться на тридцать пять лет, это уже пойдет все Лайма Вайкули, Алла Борисовна, которая написала семьдесят одну песню. Вова, Тресняков, там, стюардесса, странник, прочих. Они живут, эти песни, тридцать-двадцать лет назад. А это мелкотемия, это погоня за какой-то формой, за аранжировками, и они как песни, как Серапионовы братья, я не знаю, одна на другую похожа. За резким исключением, конечно, я могу сказать, что любые продолжают традиции советской песни и человеческой песни. Валера Беладзе есть хорошие песни, но это единицы таких исполнителей. Это очень грустно. Поэтому я сейчас почти что не пишу песни, почти что. Вот для Маши Распутина три-четыре песни написал, с Машей Азиза, вот Санкт-Петербург хорошая песня, с Раймонда Пауэллсом мы написали, для Азиза две песни, Сосо Павляшвили, Иерусалим, еще никто не знает эту песню. Ну, одна песня, вы знаете, тост, раз-два-три-четыре, ну, это такая, она часто исполняется, такая танцевальная. А Иерусалим я хочу послушать. Еще одна песня, последняя из Магикян, такая комедия, вот там лет песня наша, Сосо Павляшвили. И, конечно, для меня сейчас главная песня, это гимн русскому языку. Я написал стихи и музыку, гимн русскому языку, потому что великий и могучий, как сказал Александр Сергеевич, и, как сказал Михаил Васильевич Ломоносов, язык небесной красоты. Вот поэтому осенью, я надеюсь, вы услышите в исполнении хора, симфонического оркестра, такая мощная должна быть песня. А вот у сцены ты расистый, да, будь то эстрада, будь то шоу-бизнес, да, такие понятия близкие, но они к некоторым взгляду, но будущее-то есть, или все это действительно отмирает? Отмирает. А если отмирает, то что придет на смену? Придет интернет. Вы знаете, если говорить о том, кто собирает, у нас, по-моему, один лепс честно собирает аншлаги. Вот я говорил с директором санатория, в котором я был в Сочи, в Дагомысе зал, он говорит, потрясающий зал на 800 мест. Я не буду называть имена этих популярных певиц, как бы. Значит, у одной популярной певицы было 90 человек в зале, в другой 60, а неизвестное.